Я вас всех приветствую, с вами сегодня Лилия Донскова. У нас сегодня будет интересная тема, это секреты успеха. И я вам расскажу некоторые нюансы, которые мне помогли в развитии, в проекте и вообще в этом бизнесе. Ну что, готовы приступать? Слышно хорошо? Отлично. Смотрите, ребята, всегда очень важно, когда начинаешь какое-то дело, видеть перспективу, что будет потом, через год, через два, через три. Но, к сожалению, не все люди смотрят, какая будет перспектива. И часто люди просто устраиваются на работу, зная, что завтра, через месяц они получат зарплату 15-20 тысяч. Еще через месяц еще такую же зарплату. И люди не думают о том, что будет через год, через два, через три. Они просто живут от зарплаты до зарплаты. Скажите, пожалуйста, ребята, а какую вы видите перспективу в этом проекте для себя? Если вы уже чуть-чуть освоились, осмотрелись, вот что вы вот так вот прочувствовали прям, что понимаете, что это реально может через год, если я буду работать каждый день, прикладывать усилия, что может со мной произойти. А кто пока еще не знает, просто поставьте минус. Кто для себя уже рисует какие-то перспективы? Напишите, какие именно перспективы вы себе вырисовываете. Например, я когда пришла к серьезному решению начать работать, честно, я далеко не засматривалась. Я себе рисовала перспективу стать директором. Мне почему-то казалось, что директор – это просто что-то такое заоблачное, что вообще меня очень вдохновляло. Очень. А что вот вас вдохновляет? Какой уровень? Так, нет, я имею в виду перспектива по карьерной лестнице, ребят, не просто ваши мечты и желания, а вот сколько вы будете зарабатывать. Конечно, если вы будете зарабатывать, то вы сможете, конечно, и путешествовать, и купить какие-то вещи, которые вы хотите, о которых вы мечтаете. Честно, уровень жизни очень здорово растет, когда становится больше денег. Мне кажется, меня видно плохо как-то. Какая сумма вас вдохновляет? Вы же наверняка все смотрели маркетинг-план, разбирались, что там да как. Какая сумма вам стала интересная? Я помню, 30 тысяч рублей для меня было просто пределом мечтаний. 100 тысяч и автомобиль. Классно. 100 тысяч. А еще кто? Ребят, поделитесь, пожалуйста, какие вас деньги интересуют. А, уже интереснее, Жень. 2000 долларов доход. Ну, примерно сумма похожа, Оля чуть-чуть побольше. Все, больше никто никаких перспектив для себя не видит? Ребят, а как вы будете двигаться в развитии? Вот скажите честно, если вы не знаете, что с вами произойдет через полгода, через год, то о каком, да, вот, как вы будете работать вообще? В принципе, вы же не будете даже понимать, для чего. Ведь у нас нет просто зарплаты каждый месяц, как это привычно для людей. Поэтому вы должны понимать, что в перспективе, если работать и развиваться, то есть, ребят, не делать каждый день просто одно и то же, а каждый день развиваться, то будет, то реализуются очень многие вещи. Вдохновляют, да, 100 тысяч, но уже и 20-30 даст возможность не выходить на работу. То есть, это первая, наверное, такая мечта – остаться дома с детишками. Ребят, это очень важно. Если вы еще не знаете, то вам нужно обязательно открыть раздел «Маркетинг план» на нашем сайте и изучить, что вас ждет. Я точно знала, что когда я стану директором, я поеду на банкет директоров. И мой первый банкет состоялся в 2009 году, когда я закрыла звание директора. Я вам сейчас покажу несколько фотографий, чтобы вы видели, насколько это красиво, это шикарно, а знаете, с каждым годом еще лучше и лучше становится. Очень прекрасная вообще атмосфера. Все очень празднично, очень торжественно. Столы ломятся от вкусной еды и напитков. Очень весело. Это концерт, это дискотека, это абсолют. Это каждого-каждого вызывают на сцену, дарят цветы, называют поименно и аплодируют каждому. Ребята, вы можете себе представить просто? Я вот этот костюм на свой первый банкет заказывала у модельера-дизайнера, чтобы не быть ни на кого похожей. Знаете, для меня это было настолько волнительно, вы не представляете. Да, я брала с собой Анютку на первый банкет. Она ездила со мной. Это была моя первая звездочка в команде. И вообще очень круто было на банкете, конечно. Не узнать? Да, с тех пор волосы отросли очень сильно. Для нас пел Дима Билан на первом банкете. На каждом банкете новая звезда выступает. Концерты потрясающие просто. Дима Билан пел, он просто порвал зал. Вот такое выражение, потому что мы просто так танцевали. У нас одна девчонка из Саратова даже там потеряла туфли. Это было вообще просто невероятно. Это был живой голос, это было настолько круто, просто шикарно. И когда вызвали на сцену, вы знаете, я со сцены уходить не хотела. Потому что, вы знаете, я смотрю вперёд так в зал, а там столько народу, вот конца края не видно, 6 тысяч человек было на банкете. И вот представляете, это какой-то восторг. И все аплодируют, улыбаются, фотографируют. Там куча папарацци. Вы знаете, это так потрясающе. Я никогда не думала, что это настолько волшебно. Но это было круто, просто очень круто. И людям вручали вот такие чеки. И, конечно же, моя мечта была тогда уже, это расти к Сапфирумом бы директору, к уровню бриллиантовый директор. И я к этому иду. Ребят, я знаю, что это будет. Если не останавливаться и двигаться вперёд, я знаю, что это уже скоро. Это не за горами. И вы можете тоже запланировать свой банкет. Ребят, в 2016 году вы уже на банкет не успеваете. Вот настолько Оля Мальцева квалифицировалась на банкет директоров. Она поедет. Да, и может быть, мы с Мишей тоже успеем. Но Оля уже получилась, уже, наверное, чувствует в кармане два билетика у себя и поедет на это шикарное мероприятие. Всем мы её давайте дружно поздравим. Ребят, что нужно вам сделать? Вам нужно разобраться в маркетинг-плане. Что нужно делать? Сколько? И каждый каталог делает такой прирост. И вот на этом слайде очень чётко всё прописано. То есть, в принципе, что вам нужно знать? Вам нужно знать, что директором становишься, когда товарооборот становится 7500 баллов. Это уровень 22%. Вы уже наверняка знаете 3-6%. То, что для новичков поближе. Кто-то уже 9-12 познакомился. Кто-то на 18-12 и подходит к 22-м. Ребят, сюда нужно не просто идти, а бежать. Потому что на этом уровне начинается вообще другая жизнь. Вообще другая. Вы себе даже представить не можете, что вас ждёт. Во-первых, это финансово. Очень приятно получать дополнительно к тому доходу, который у вас сейчас есть. Ещё плюс примерно 30-40 тысяч в месяц. Скажите же, это уже будет интереснее. А скажите, если вот это с вами будет происходить, на что вы будете тратить эти деньги? У вас уже есть планы, как вы потратите деньги? Я, например, чётко знала, когда я шла к этому уровню, что я буду покупать квартиру. То есть я зарабатывала себе на квартиру, в которой сейчас нахожусь. А вы, знаете, на что вы будете тратить свои деньги? Я мечтаю научиться на этом пути и потом растить новые веточки. Отлично, Лен. Наш бизнес, да, основа бизнеса – это выращивание новых директоров. Создать такую, знаете, фабрику директоров, чтобы их было много. И каждый каталог открывались новые-новые уровни. Это, конечно же, круто. И если вы понимаете, да, вот этот вот бизнес, то вы сейчас, мы в процессе разъясним, что очень важно, очень важно думать в первую очередь не о себе, не о своей зарплате, а думать о том, что заработают наши люди, да, сколько они заработают. Поэтому если вы зовёте друзей в бизнес или людей из интернета, то, ребят, вы должны чётко знать, что в первую очередь вы должны смотреть на их зарплату и думать, сколько они заработают, какие они тут получат выгоды. Тогда у вас всё получится. Если же вы будете смотреть только в свой кошелёк, а на людей, как говорится, да, наплевать, то, ребят, ваши команды будут разваливаться, как карточные домики. Понятно? Поставьте плюсики, кто меня услышал. То есть в первую очередь мы думаем о людях. «Став директором» вы получаете… То есть стать директором можно каким образом? То есть вот здесь написано, видите, 7500 сначала старший менеджер, а чуть ниже строчка то же самое, но уже директор. В чём разница между старшим менеджером и директором? Вот чтобы подтвердить квалификацию и стать директором, нужно 8 каталогов из 17 держать вот этот уровень – 7500 баллов. Понятно? То есть вы, может быть, не подряд 8, но 8 из 17 каталогов. То есть в течение года берётся 17 у нас всего каталогов, из них 8 вы должны быть на уровне 22%. Мне кажется, это доступно, да? И только после этого вам присваивается звание директора и вручаются все бонусы, премии, 1000 долларов и так далее, и так далее. Нужно смотреть на перспективу. Ребят, моя ошибка глубокая была, когда я начинала работать, то, что я не понимала глубины бизнеса. Да, с момента, когда впервые выходишь. Вот вышла в этом каталоге, в четвёртом – это первый раз, потом в пятом – второй и так далее. Какая была моя ошибка? Сейчас вам объясню. Мы вас сейчас учим работать на глубину, то есть выстраивать глубину и людей регистрировать друг под друга. Мы это называем морковками, строить бизнес морковками. А как я делала? Вы знаете, я брала людей, регистрировала вот так вот всех под себя. Вы знаете, было, конечно, круто каждый раз видеть, что у меня раздувается персоналка. Зарплата, в принципе, была очень хорошая. То есть я вот так вот делала всех под себя. Но, ребят, что получалось в результате? Вот все эти люди по отдельности, когда они получали первую мотивацию и желание, у кого-то было желание прям зарабатывать, разобраться, вот вникнуть во всё, они вроде бы загорались, но так как не сразу получается. Ведь вот согласитесь, что может такое быть, что первое время не получается. Зовёшь людей – не идут. Показываешь каталоги – никто не заказывает. Пытаешься рекрутировать холодными контактами – не получается. Может же такое быть? Я уверена, что многие из тех людей, они пробовали, реально пробовали. Но получив первый отказ, первое отторжение, первую насмешку, у них опускались руки. Я могла об этом просто не знать, потому что многие люди закрыты по своей натуре и не делились. И не делились, да? Они просто исчезали. Когда я им звонила, они придумали разные отмазки, почему они вдруг передумали зарабатывать тысячу долларов. Вы знаете, мне это было так странно, но я только потом поняла, что люди просто не чувствовали поддержки, а у них не хватало собственного, знаете, как это называется, таких качеств. Ответственности, амбициозности, настырности, настойчивости, любопытства. Вы знаете, как понравилась идея, загорелся и идёшь к ней. Вот у них, значит, чего-то не хватало. Немножечко. А если бы я им сразу начала помогать, вот как мы сейчас делаем, результат бы был, поверьте, совсем другой. Поэтому, к чему я вам всё это рассказываю, ребят? Очень большой соблазн бывает, даже до сих пор у меня бывает, когда приходит новая регистрация, поговоришь с человеком, или это знакомый, и кажется, что это точно будет директором. Да какой директор? Бриллиантовый. И хочется его записать в первый уровень. Вы знаете, я делала такие ошибки, и в результате не росла так быстро, как хотелось бы. Сейчас у меня чёткое правило, неважно, кто это, близкий человек, далёкий, новый, совершенно незнакомый, я всех регистрирую, друг подруга. То есть я вот это всё сейчас сотру, я у всех этих людей помещаю в одну веточку, по цепочке. То есть пригласили первого человека, например, Машу, сейчас буду вам писать. Это моя личная регистрация, я его записала, человека, под себя. Вы, соответственно, под себя. Следующая приходит заявка, я записываю Олю под Машу. То есть видите, как идёт веточка. Потом пришла заявка от Серёжи, мы зарегистрировали его сюда. От Коли, вот сюда. То есть мы помогаем нашим партнёрам увидеть сразу, какие вещи, ребят. Пишите в чате, помогайте. Да, Лен, ты права, мы начали все расти, когда стали строить ветки. Потому что многие люди включались потом, когда они увидели под собой команду, увидели, что есть товарооборот, он маленький, он рос, рос, рос. У нас до сих пор люди включаются в ветках, вот висели, висели, потыкались, потыкались, в какие другие компании пошли, туда, сюда, чему-то учились, устроились на работу, поняли, что не перспективно, неинтересно. И знаете, люди возвращаются. Это так радует. Очень много людей к нам в команду возвращаются. Ну, я не могу сказать, что каждый день, но очень часто. То есть я вам могу сказать, что в этом каталоге вернулись к нам 19 человек. 19, представляете? Прошло две недели. То есть, да, люди возвращаются, видя, что под ними есть команда, что есть товарооборот, но, естественно, что мы им об этом говорим. Мы постоянно пишем, мы говорим, что по тобой растет команда, ты же скоро станешь директором, а эта зарплата порядка 30 тысяч в месяц. Ты зарабатываешь столько на своей работе, а ты хочешь разобраться? Ну, приходи, давай начнем с нуля. То есть мы вот этим людям, даже если они вот у нас в цепочке, люди кто-то не включаются сразу. Может же такое быть? Ребят, мы просто объясняем каждый раз, каждый каталог мы им пишем письма. И кто-то из них потом возвращается и начинает становиться активным. И вот, например, Сережа вернулся, и он берет первую регистрацию, записывает под себя, и начинает вот так вот вести цепочку. Этого под себя, ой, второго под этого, и тоже выстраивает свою морковку. То есть две морковки. И вы видите, да, что вот Оля, она может быть не включится, вот этой веточки, значит, не будет. Если Оля совсем удалится из команды, то есть не сделает заказа в течение года, ее терминирует, то вот эта веточка, начиная с Сережи и так далее, она поднимется к Маше. То есть мы не теряем ветки, мы не теряем людей. И самое главное, ребят, вот еще одна прививочка от жадности, чтобы под себя не регистрировать, вы должны понимать, что деньги мы получаем со всей глубины. Вот неважно, где человек там в 155 глубине будет, мы получаем деньги со всего товара оборота. Поэтому не жадничайте, вы увидите, что вы очень быстро начнете расти. Соответственно, если ваш наставник вам готов помогать, хотя это не обязательно, мне, например, мой спонсор ни разу никого не зарегистрировал, поэтому если наставник не помогает, я рекомендую выстроить первую веточку примерно до уровня 9%, если вы сами, да, выведите на 9%. Почему это важно? Вы должны увидеть, что под человек здесь вот в команде, ну, например, этот же, да, вот Сережа, что он стал менеджером. Может быть, Маша не активная, Оля не активная, а вот один человек активный, то есть он умеет рекрутировать, он умеет разговаривать с людьми, то есть он знает все правила, все тонкости, все нюансы, он уже, может быть, даже спикером станет, может быть, да, не обязательно, но, может быть, он захочет. То есть если вы видите, что в этой ветке настроилась работа и пошел процесс, и у него появились тоже свои ключевые партнеры, то тогда вы берете новую ветку и регистрируете в первый уровень второго к себе человека, то есть это первая Маша, вы берете под себя второго, регистрируете и начинаете вести то же самое цепочкой одного по другому. Но ту ветку вы не бросаете, вы за ней посматриваете, как дела, все ли хорошо, вы проводите с ними планерочки, вы созваниваетесь с ключиками, вы ставите планы, то есть ветку не бросаем ни в коем случае. Договорились? Ставьте пятерочки, если вы поняли вот суть, о чем я вам сейчас рассказывала. Я пока буду продолжать дальше. Смотрите, одна веточка, выращенная до уровня директор, а если вопросы есть, пишите, кстати. Вот представьте, что вот эта веточка стала у нас не 9%, сейчас мы сотрем, а 22%, 15 часов 30 минут, как время быстро летит, а 22%, то вы с этой веточки будете получать 5% со всего товарооборота этой команды, то есть ветка станет самодостаточная, директорская ветка, и вы со всей этой команды, со всего товарооборотища, который будет расти каждый каталог, вы будете получать 5%. Пожизненный бонус, ребят, это называется пассивный доход. Выгодно выращивать ветки? За первого директора, вы когда сами станете директором, вы получите первую премию, 1000 долларов, а за первого директора полторы, за второго директора 2000 долларов. Представляете, как выгодно на перспективу, на карьеру выращивать директоров? С уровня, когда вы становитесь директором золотым, вы будете ездить уже за границу на золотые конференции бесплатно за счет компании Reflame. Я считаю, что это отличная перспектива для того, чтобы растить именно ветки. Что выгоднее, ребят? Я вам привожу пример, потому что мы с Мишей занимались таким бизнесом, мы сдавали квартиру в аренду, Мишину, когда мы стали вместе жить, мы Мишину квартиру сдавали в аренду. Вот представьте себе, что вы решили заняться таким бизнесом. Что нужно сделать? Давайте первый пример рассмотрим. Однокомнатная квартира. Покупка квартиры, капиталовложение примерно 2-3 миллиона стоит хорошая квартира, может быть даже с ремонтом или сделать ремонт, обставить мебелью. Арендная плата примерно 15 тысяч рублей. Вы дадите за коммуналку полторы тысячи, прочие расходы какие-то, отмыть квартиру, почистить. И ваша прибыль останется примерно 13 тысяч в месяц. 15 тысяч за арендную кладку? Маленькая коммуналка какая-то? Да, но это летом. Сейчас коммуналка, конечно, побольше, наверное, уже. Ребят, ну это я вам примерно, может быть, арендная плата будет 20 тысяч, смотря где квартира расположена. Это вам для того, чтобы вы поняли, что вам в остатке, в сухом остатке остается 13 тысяч рублей. Но при этом, вот наш опыт что показал? Что жильцы попадаются разные. Нам, например, не повезло. Наши жильцы нас кидали 3 раза. После этого мы перестали сдавать квартиру в аренду. Вот, мы бросили это дело. Мы поняли, что это очень нервы. Да, постоянно следить за этим, переживать. Когда съедут, потом искать. Несколько месяцев бывало, не нашли даже квартирантов, она пустовала, стояла. Поэтому решили этот бизнес забросить. Смотрите, да, вот у нас тоже были неприятности, конечно, с жильцами. Смотрите, что нам дает один директор? Выращивать одного директора, в принципе, уходит где-то 6 месяцев. 6, максимум год. Вот год вы вкладываете в человека, да, свою энергию, свои силы, но не деньги, ребят. Деньги компания платит. Ваш доход с одного директора составляет примерно 15 тысяч рублей. Вложение 0, прочих расходов 0. Чистая прибыль 15 тысяч рублей. У меня к вам вопрос, ребят. Что выгоднее? Один директор или одна квартира? Может быть, кто-то скажет, все равно квартира лучше, а это капитал и вложение, это деньги. Но вопрос, есть ли у вас эти деньги? Во-вторых, а вы сможете купить вторую квартиру на следующий год? А потом третью на следующий год? А потом четвертую. А директоров можно выращивать каждый год, хотя бы по одному. Понимаете? У меня, например, идет такая практика. Мы вот первый год взяли, а у нас выросла за 14 год команда Олеси Бахмута. Мы ее подняли на 22%. Второй год взяли, Мишу начали строить. Почти 11 каталогов у нас. 11 месяцев, да, Миша, ушло? 11 месяцев ушло, чтобы мы так вот спокойненько, без надрыва. Мы отдыхали, путешествовали, мы занимаемся нормальной жизнью. 10 месяцев ушло у нас, чтобы вырастить второго директора. Вы знаете, я бы не нашла так быстро 3 миллиона рублей, чтобы купить еще одну квартиру. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Я считаю, что это очень прикольное сравнение. Можно его использовать, когда вы разговариваете с своими близкими. Кто не верит, показывать им конкретный пример, потому что люди визуально воспринимают лучшую информацию. Ребят, это уникальная возможность, когда один раз выполненная работа, качественная, с человеком, научили, подняли его на ноги и отпустили. И он сам работает. А вам всю жизнь будет приносить доход остаточный. Саша Петрик, немножечко вот ты так и не написал, что-то я не поняла. 5% от 7500 и 15000 рублей. Разный пассивный доход. Ну да, разный, конечно. Даже не спорим. Теперь дальше смотрите, как вы закрываете звание директора. Вы получаете первую премию 1000 долларов. За первого выращенного директора полторы и став золотым еще 2000. То есть вырастив всего 2 человека. Ребят, может на это уйдет 2 года, но вы начнете зарабатывать в месяц. Вот примерно на уровне золотой директор 75000 в месяц зарплата. Это прям нормальная такая средненькая зарплата. Я знаю золотых, которые по 100 получают. У них хорошая ширина и глубина. Они получают больше. То есть нормально поработать 2 года и выйти на зарплату в 75-100000 в месяц. На какой работе у вас так вырастет зарплата? Естественно, что старт он всегда сложный. Знаете, как самолет, он медленно-медленно разгоняется. Медленно-медленно. Если кто летал на самолете, он долго едет, едет, едет до взлетной полосы, потом он разгоняется и вжих, и влетает. Да, смотрите, какие плюсы. Вы можете совмещать это с любой работой. Вы можете совмещать это с декретным отпуском. Вы можете это совмещать с чем угодно вообще, ребят. Потому что этот бизнес мы можем вести где угодно, с телефона, с планшета, в командировке, в транспорте. У нас девочка одна из команды, она говорит, я еду до учебы полтора часа. Катя Бахаева, знаете, наверное, да? Она говорит, я в эти полтора часа в Инстаграме рекрутирую. Я не трачу время, просто глядя в окошко или размышляя над жизнью. Я сижу просто и строю свой бизнес, пока еду в университет. Да, Леночка, а уйдешь в декрет и не вернешься на свое место. Ребята, такие перспективы вас ждут. Давайте еще проведем такое сравнение, чтобы вы тоже четко могли разговаривать с любым человеком на любой уровень. Возьмем, любого уровня человека, даже если это человек-предприниматель или директор какого-то банка. Вот смотрите, в любом случае директор банка это наемный сотрудник. Мы говорим сейчас про обычных людей, которые реально ищут работу. Я смотрела Авито, открывала. Какую люди себе ставят зарплату? 15 тысяч, 20 тысяч. Они даже больше не ставят, потому что они понимают, что нет такой работы. И если есть работа с зарплатой в 50 тысяч, то там будут людей точно не на Авито искать, а по знакомым. Правильно? Своих кого-то позовут на хорошую зарплату, а не человека с улицы. Это я вам гарантирую. Смотрите, наемный сотрудник устроился на работу. В январе 15 тысяч зарплата, в феврале, в марте, в апреле и в декабре все время одна и та же зарплата. В итоге за год он заработает 180 тысяч. Ребята, но если 220 тысяч зарплата, значит 240 за год. То есть не намного больше. Понятно? Это жизнь, которая ждет наемного сотрудника. Ребят, на что он может претендовать? Скажите, пожалуйста, на что он претендовать может? Я считаю, здесь можно написать такое слово. Он выживет. С такой зарплатой он выживет. Я у себя вконтакте поставила картинку, нашла в интернете прикольную. Значит, там написано, что молодежь, вы такие все крутые на словах, а попробуйте, устроитесь на работу и без помощи родителей проживите на одну зарплату. Вот это круто! Здесь то же самое. Ребята, это можно выжить на 15 тысяч. Я даже не знаю вообще, что можно купить и чуть-чуть какую-то иногда одежду. Ну, недорогую, кофточку, штанишки иногда может быть копить. Но дорогую одежду нет, конечно. Поэтому я считаю, что это путь, дорога в никуда, вот просто. Пустой вагон, без машиниста, без топлива. Все, вы сели, да, в этот дрэшпак и сидите в нем за 15 тысяч рублей. Я считаю, что это еще есть такое слово безперспективняк. Она у меня просто угорает, да, безперспективняк. Но люди почему-то цепляются за свою работу и держатся, и боятся ее потерять. Боятся, потому что иначе они, да, думают, что все, жизнь кончилась. Если человек открывает свой бизнес, ребят, он должен вложить около миллиона, ну, минимум 200 тысяч аренда сразу. Все согласования сразу, он должен сразу открыть ИП. Ребят, ИП сразу должен открывать человек, который хочет хотя бы какую-то там лавку открыть, какой-то, да, маленький лоток поставить, снять два квадратных метра в каком-то гипермаркете, чтобы чем-то там торговать. Он должен сначала вложить огромные бабки, просто за то, чтобы встать на это место. Он еще не знает, будет проходимость или нет. Просто, чтобы встать на это место. Год, год он работает в ноль. Он, может быть, еще за год даже не вернет свои расходы. А если он занимается продуктами питания, то есть риск, что продукты просто пропадают, кончается срок годности, и он несет потери. И очень часто, я думаю, что для вас это будет не новостью, вы сами, взрослые люди, ходите на улицу, посмотрите, где какие магазины, и вы видите, наверняка, как и я, что открылся магазин, повесили шарики, красивая витрина, вывеска, через месяц идешь, нет магазина. А куда вы делись? А невыгодно, нерентабельно, закрылись. Новые открываются, два месяца простояли, закрываются. Очень редко кто-то задерживается, очень редко, потому что настолько нестабильная ситуация у индивидуальных предпринимателей. И самое главное, что они несут огромные расходы сразу, им надо оплачивать аренду сразу, им надо оплачивать зарплату людям сразу, им товар надо закупать. Они не могут положить каталог на витрине, сказать, вы выбирайте, мы вам завтра провезем. Нет, ребята, они должны сразу купить и поставить. Они не знают, продастся это или нет. Вот это, я считаю, вообще нервотрепка конкретная. Кто со мной согласен, что это вот страшные нервы? И они иногда зарабатывают меньше, чем наемные сотрудники. У нас в команде есть люди-предприниматели, нету здесь Каринки. Девочка вот напротив у нас тут, был у ней свой магазин со сладостями, и она мне просто все рассказала. Лиля, я занимаю деньги у мамы, у мужа, чтобы платить аренду. Да, налоговую не волнует. Есть прибыль или нет, плати или закрывайся. Или, да, там штрафы накладывают, счета замораживают. Ребята, это такая нервотрепка, я вам просто передать не могу. У меня просто много знакомых, которые пытаются за свой бизнес, но очень тяжело все идет. Ребята, что происходит, когда мы открываем бизнес с Арифлеем, да, давайте про нас поговорим. Вот вы пришли, допустим, в январе, ну, считайте, что этот месяц, ну, не важно, какой месяц, первый месяц вашей работы. Сколько вы заработали, ребят, в первый месяц, у кого какая зарплата получилась, напишите в чате. Может быть, ноль, может, может быть, 100 рублей, да, 200, 1000, может, может, даже полторы, в первый месяц, может, даже полторы, даже иногда и побольше. Да, в первый месяц, вот вы только пришли, посчитайте, сколько вы заработали, напишите, может быть, заказ вы приняли, там, 100 рублей, может быть, я не знаю, там, вы вышли на 3%, вам 150 рублей заплатили. Подарки тоже считаются, если подарок заработали, прикиньте, так, 200 рублей, 50% скидку и подарок, 1300 за 1 рубль. О, круто. И подарок стоимостью 1300 за 1 рубль получился, классно. То есть, да, смотрите, в первый месяц, вообще, люди скажут, фу, да вы что, да о чем вы говорите, да что тут делать за 100 рублей, я буду работать, что ли, сидеть в интернете, глаза портить. Да, ребят, реально, во второй месяц рублей 500, а у кого-то, может быть, уже 2-3 тысячи. Ребят, третий месяц, 2 тысячи, если делать, идти по плану, то 2 тысячи примерно, мне это не упало бы, если бы я не пришла, правильно? Ага, когда пришла, вы получила кофемашину, соковыжималку, орешницу, класс. Смотрите, четвертый месяц, уже может быть 4 тысячи, может больше, может быть чуть-чуть меньше. Ребят, за год, если вы будете работать нормально, посчитайте, сколько, вы должны уже выйти на доход директора, за год по-любому, то есть где-то, вот если не останавливаться, вот честно, кто давно в проекте, напишите честно, были ли у вас остановки, и как долго они длились. Я просто знаю по себе, что бывают и такие спады, остановки, кажется, ой, как все это долго, муторно, потом думаешь, ну нет, тут же есть перспектива, а там нету, ну давай заново. Вот честно скажите, если бы вы не остановились, вы же понимаете, что был бы результат совсем другой. У всех, да, ребят, и у меня были застои, естественно, даже может быть, какая-то звездная болезнь стала директором, вау, давайте теперь, вы все работаете. Ребят, если не останавливаться, вот есть же у нас примеры, пример, вот Миша пришел, не остановился, стал быстро, да, вышел на уровень директора и прет дальше своим ходом. Есть пример, мы вам скидываем всегда ролики, это тоже наша саратовская девчонка, Джамиля Горбатка, за 7 месяцев, давайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь каталогов, два, вот так вот. Допустим, пришла в январе, в сентябре, стала золотым директором, ребят, золото открыла, это зарплата, примерно, минимум 50, когда только открываешь, вот если прям вот плотненько, но в любом случае, это минимум 50 тысяч. Это реальный живой пример, девчонка с двумя детьми сидит дома. Почему я вам это говорю? Ребят, смотрите, это перспективы, но никто вам не гарантирует, что вы это получите, если вы ничего делать не будете, потому что деньги на голову не падают. Она, да, Аня, она открыла золото же, вот, не помню, в каком каталоге, уже, наверное, вот-вот закроет, потому что она на Кипр квалифицируется. Умничка девчонка, ребят, обычная девчонка, вообще просто, но такая трудяшка, вот просто трудяшка, делает и делает без остановки, поэтому верьте в себя и делайте, и у вас тоже всё получится. Смотрите, даже если вот таким будет путём идти всё, за год вы заработаете примерно 300 тысяч. При этом вы ничего не вкладываете, вы ничем не рискуете. Вы за этот год, если вы будете читать книги, которые мы вам рекомендуем, посещать семинары, начнёте сами делать, да, действия какие-то активные, обучаться, ребят, вы за год станете вообще другим человеком, вы просто переродитесь, вот просто переродитесь. Вот тут вот на работе это невозможно. Вот тут вот человек всё-таки, он становится другим, но он становится более злым, агрессивным, а иногда он, ну, потеряв что-то, да, несёт огромный стресс, и он становится просто никаким. Он уже и работать не хочет на дядю, и на себя не может. Очень часто люди теряются, да, до, как говорится, доходят, ну, не будем об этом говорить, да, не очень хорошие перспективы, дай бог, чтобы у них всё получалось, но не дают развиваться частному бизнесу, не дают просто, государство не даёт это сделать. Да, Анюта, кто-то говорит, мне ребёнок мешает, я не могу, у меня ребёнок, мне надо, с ним, я для него, и всё. А кто-то говорит, у меня ребёнок, мне надо для него, мне надо деньги, чтобы я ему могла оплатить все секции, одежду нормальную покупать. Двое деток сидят на коленках и слушают. Круто, Наташ, супер. Ребят, это минимальные перспективы, которые вы должны себе запланировать. Каждый каталог подниматься по карьерной лестнице, по чуть-чуть расти, рекрутировать и рекрутировать, изучать новые методы, раскручивать себя, раскручивать себя как бренд, раскручивать свой предпринимательский дух. Вы думаете, я когда-то думала, что я смогу этим заниматься, что я смогу выступать перед людьми? Никогда. У меня даже в мыслях не было, что я стану такая, как я сейчас стала. Понимаете? И у меня столько примеров, девчонки в команде, с кем мы познакомились вначале. Да, мы все были совсем другие. И сейчас мы смотрим друг на друга и восхищаемся, что какие мы молодцы, что вообще совсем другое мышление. Вам будут говорить, арифлеем везде, вы достали. Это не перспективно. Это нереально здесь уже заработать, потому что компания старая, она давно на рынке. Вы будете это слушать, ребят, каждый день. Но вы должны знать четкую статистику, что среди компаний на рынке, смотрите, арифлеем занимает всего 8%. Всего 8%. Представляете, как нам с вами еще придется поработать, локтями, руками, пальчиками, языком, чтобы донести до людей информацию. Всего 8% задействовано в арифлеем. То есть они либо покупают, либо работают, либо продают эту продукцию. То есть они как-то сопричастны с компанией. Ребят, непаханное поле, просто непаханное поле. Поэтому я считаю, что надо вкалывать. Рынок для нас перспективный. Еще почему? Потому что линейный бизнес уходит в прошлое. То есть это уже сейчас, знаете, вот эта схема, она людям неинтересна. Неинтересно, когда производитель производит за копейки продукцию, а мы идем в магазин и берем за огромные деньги. Это неинтересно. Сейчас можно брать в сетевых компаниях продукцию качества намного выше, в 100 раз выше. Гарантия, что это не подделка, что там вот что написано в составе, то и будет. Потому что в магазинах вы такой гарантии точно не получите. Здесь же вы получаете 100% гарантию, что вы купите хороший продукт. Вот, ребят, кстати, по хорошей цене. Цена не завышена. За что я люблю сетевые компании, то что хорошая цена и хороший товар. Берешь и кайфуешь. Просто берешь и кайфуешь. И вот это уже людям неинтересно, переплачивать такие огромные деньги за огромное количество посредников, которые, да, пытаются везде навариться. Это уже уходит в прошлое. Например, в Японии 95% товаров товаров продаются методом прямых продаж. Представляете, 95% товаров. И до нас это доходит, да, уже многие люди предпочитают покупать в интернете, в сетевых компаниях, по акциям берут, да. Смотрите, прямые покупки – это выбор большинства людей. Людям нравится экономить деньги. И когда сейчас людей спрашиваешь, как вам интереснее приобрести товар? Вы хотите… Да, вот человек выбрал что-то из каталога, например, на 1000 рублей. А вам как интереснее за 1000 взять или за 800? Вы хотите сэкономить 200 рублей? Любой человек скажет, конечно, конечно, я, да, хочу этого. Мы людям оформляем дисконтные карты, они становятся привилегированными покупателями компании, они экономят деньги. Соответственно, они начинают больше покупать, чем если бы они заказывали у вас. И они просто кайфуют. Ребят, и многие люди, которые начинают с маленького, да, сначала пробуют продукцию, они потом в нее влюбляются и потом становятся нашими бизнес-партнерами. Да, Оль, сколько я к вам поездила в базарный. Было круто. Так, немножечко эту цифру не исправила, но примерно то же самое. Ребят, скажите, а реально за 21 день набрать заказ примерно по ценам каталога на 4 на 4 с половиной тысячи? Скажите, реально или нет? Вот 4-4 с половиной тысячи за 3 недели набрать заказ. Кто-то говорит, нет, 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 это нереально. Кто-то говорит, да, конечно, кто-то говорит, да я уже давно сделала два раза постолька. Да, ребят, почему это реально? Потому что, в принципе, люди даже на семью, не зная того, что они тратят такие деньги, они тратят в месяц на семью примерно 2-3 тысячи рублей. А если заглянуть чуть-чуть глубже, то каждый бы человек хотел пить витамины. Ребят, честно, вот положа руку на сердце, поставьте восклицательные знаки в чате, кто бы хотел быть еще здоровее, кто понимает, что нужно каждый день принимать витаминки. Мне муж говорит, как нереально, но все же нужно. Ну да, это же все нужные продукты, без которых жить нельзя, особенно если семья большая. Ребята, скажите честно, а вы бы хотели, вот глядя в каталог, брать себе все, что вы хотите, и не смотреть при этом на цены, то есть не заморачиваться, что духи стоят 2 тысячи, там что крем стоит полторы тысячи. Да, Оля, у нас тоже на wellness уходит 150 баллов, минимум в каталог, минимум. Некоторые вещи мы берем с 50% скидкой, но нам не хватает, потому что нам витаминов надо 3 пачки. Минимум 1 пачка коктейля и 1 пачка супа. У меня сейчас Лера, она вообще просто ест 1 суп спаржевый и просто говорит, мам, мне суп не вари, я его есть не буду, я хочу есть спаржевый супчик. Все, кушает, чувствует себя прекрасно, энергичная, здоровая, умненькая девочка. Вот, и каждый день пьем витаминки. Мы себе в этом отказывать не собираемся, потому что мы видим результаты. Ребят, смотрите, и можно просто запланировать. Вы знаете, как вот люди, люди же все равно планируют расходы. Они планируют, сколько заплатить за коммуналку, сколько отложить на питание, сколько отложить на проезд. Нужно купить сапожки ребенку в следующем месяце. То есть люди планируют все затраты. И постепенно нужно вписать в свою карту планов каждый месяц семью кормить здоровыми витаминками, здоровым коктейлем. Да, я тоже очень люблю делать заказы по каталогу, потому что я на цены не смотрю. Я беру все, что мне нравится. Если вы собираете заказ на 100 баллов, значит он стоит примерно по дистрибьюторским ценам 3-3,5 тысячи. Это не значит, что вы эти деньги заработаете. Это чтобы вы понимали, что такое 100 баллов. По ценам дистрибьюторским со скидкой это примерно 3-3,5 тысячи. Давайте посмотрим, что вы заработаете за это. У нас сейчас идет шикарная стартовая программа для новичков. Она состоит из 4 шагов. 4 шага. То есть, что вы заработаете? Если вы продадите эту продукцию, то есть, если вы не себе закажете, а примете заказ от людей, то, естественно, вы заработаете. Разница 20%. То есть, например, вам человек заказал на 1000 рублей, значит 200 – ваша прибыль. Вы приняли заказ на 4000, 800 рублей – ваша прибыль. Понятно? Но вы еще получаете возможность 4 набора приобрести каждой стоимостью всего по 199 рублей. Ребят, всего 199 рублей. Посмотрите, тут правда 10 баллов, 100 баллов. Один нолик пропущен. Да, это уже доход, ребят. Это уже доход, потому что, получив такой наборчик за 199 рублей, вот первый, который у нас висит, вы его можете продать и заработать денежку, там, больше 1000 рублей. Получив второй наборчик, вы еще большую сумму сэкономите, да, вы можете продать, подарить. Идете на день рождения? Что дарить? Тушу, помаду взяли, подарили, шикарный подарок. Я вот всегда так делаю. Я дарю только Арифлейм. Может быть, кому-то это не нравится, но я не отступаю от своих правил. Я считаю, что люди должны пользоваться самым лучшим. Четвертый шаг, наконец-то, витаминки. Ребят, супер просто. Оль, а тушу же стоит 370 в следующем каталоге, моя хорошая, со скидкой. Представляете? Вот так вот, шикарный подарок. Уже скоро одну тушу можно дарить. Да, все элитные серии подобраны. Очень дорогой набор. То есть, если все сложить вместе, 13500 рублей стоит. Представляете? Зачем тратить деньги, если можно все это приобрести за 800 рублей? Вот. И в этой программе нужно поучаствовать. Теперь давайте сравним. Ребят, ну, цены чуть-чуть не подправила. Надо будет исправить. Сделаю. Ну, давайте с вами посчитаем. Вот сколько стоит мыло в Арифлейм со скидкой? Примерно, да, уже подняли немножечко цену. Там где-то 35 рублей получается, да, мыло. Здесь 35. Шампунь, ну, примерно 100, так и осталось. Можно за 100 взять, можно за... Вот сейчас у нас как раз в каталоге, вот на последней страничке. Так, 199, но это большой объем, 400 миллилитров. Огромный, почти как два шампуня в магазине. То есть, зубная паста со скидками выходит... Ну, то есть, что я вам предлагаю сделать? Взять, посчитать наборчик в каталоге, отнять 20%, то есть, посмотреть, сколько вы заплатите за него, взяв для себя. И сходите в магазин, посмотрите аналогичные продукты, сколько стоят. Вот, ребят, ну, в лучшем случае знак равно вы поставите. Но, но в магазине вы легко нарветесь на подделки. Легко. А у нас гарантия, что вы возьмете классный продукт. Так что возьмите, посчитайте. Я иногда делаю экскурсию в рубль бум. Я туда обычно хожу за ватными дисками и все время захожу в этот раздел, где вот продаются, ну, вот это вот, шампуни, гели, краски для волос, всякий вот такой вот отдел. И я смотрю, да, я смотрю состав, я смотрю, что там даже многие вещи не запечатаны. Можно открыть, прям там понюхать. Я прихожу в ужас от того, что это может быть. Вот смотрите, вот компания сделала флакончик, например, да, ну, вот любой крем, вот у меня под рукой. Возьмите любой флакончик, и вот на обратной стороне вы увидите такой вот как бы баночка полукругленькая и открытая крышечка. То есть так вот баночка стоит, и вот так чуть-чуть приоткрытая крышечка. И на ней написано циферка. Вот у меня на креме написано 12М. На некоторых продуктах открыто 6М. Написано. Что это значит? Вот я взяла с полочки тюбик, вот так открыла, понюхала, как пахнет, а может даже и попробовала. Вы же не узнаете, я аккуратненько пальчиком вытерла и закрыла, и на полочку поставила. И никто не видел. Да, и я открывала и нюхала. Ребят, что значит? Открыли, воздух попал, через 12 месяцев его надо использовать. Понятно? Как я уже... 16 часов. Уже 16 часов. Все, мы закругляемся. Поставьте плюсики, кто понял. Ребят, это очень важно. Потому что многие люди идут в магазин, набирают, приходят потом, да, а он может там уже стоит 14 месяцев после того, как я его открыла, понюхала, а вы пришли и покупаете его, а ему уже пользоваться нельзя, потому что там пошла химическая реакция. Поэтому вы должны это понимать и рассказывать своим знакомым. Если вы им об этом не расскажете, откуда они узнают? Не откуда, только от вас. Ребят, нам нужны люди, которые вот будут просто мыться в команде. Вот у вас же есть в командах люди, которых там 10 баллов, 20, 30, кто-то делает на 3 балла заказ. Нужны нам такие люди? Ну-ка, быстренько думайте. Конечно, нужны. Почему? Потому что, смотрите, если тысячу человек купят по одному шампуру, по 100 рублей, то это будет 100 тысяч товарооборот. 100 тысяч товарооборот. И вам компания за этого товарооборота заплатит 20 тысяч рублей там с хвостиком. Представляете? Всего каждый возьмет по чуть-чуть. Поэтому, ребят, все люди, которые даже делают маленькие заказы, любите их, уважайте и цените. И наладьте личный рекрутинг. Если вы хотите расти круто по карьерной лестнице, то вам обязательно нужно наладить личный рекрутинг. И обязательно пройти бизнес-школу, которую мы сегодня запустили, потому что в ней вы очень много нового узнаете. Мы целую неделю с целым нашим огромным менеджерским составом разрабатывали тренинги, советовали, спорили, придумывали вообще для вас такую фантастическую идею мы разработали. Пустите этот тренинг, вы научитесь работать правильно. Оля, ты что-то не то нам написала. Ребят, смотрите, много новых партнеров не бывает. Но самое главное, не просто регистрировать людей и бросать. Вложите душу в человека. Душу. Ну, расскажите ему, как вам нравится крем. Расскажите ему, вот как вы сами пришли, подружитесь с ним, введите его в коллектив. Ребят, ну, вложите частичку души. Обязательно прочитайте книгу «10 уроков на салфетках». Вы поймете, что не бывает в бизнесе ненужных людей. Вам будет важен каждый человек. Наладьте свой рекрутинг, чтобы поток был и результат придет очень классный. Составьте свой рабочий день. Вот мой рабочий день начинается с чего? Умылась. то есть я трачу продукцию, я мою голову, крашусь, да, крашу ногти. Кстати, сегодня у меня увидели этот лак и просто визжали, заказали три лака, а их нет на складе. Я говорю, что здесь же вы раньше были? Дальше я захожу в соцсети, я быстренько раскидываю везде статусы, объявления, добавляю друзей, на доски забегаю. Я сейчас делаю звонки на досках, я перестала делать рассылку, я стала звонить людям. Я для вас сегодня запишу ролик, вот прямо сейчас закончу вебинар, как я делаю звонки, чтобы вы прям вот поучились звонить людям, мне кажется, это очень интересно. Я рассылаю инструкции тем, кто заинтересовался, провожу регистрации, у меня практически каждый день есть регистрация, ну не каждый, но практически. Вожу новичков в курс дела, общаюсь, созваниваюсь с командой постоянно, вы знаете, что я в течение дня всегда на связи, провожу тренинг, если это мой день, сегодня у меня аж будет планерка, сейчас семинар, и вечером я провожу для вас первый день бизнес-школы. Вечером что я делаю? Я умываюсь. Ребята, я уверена, что ваш день начинается и заканчивается точно так же, как и у меня. А чем вы его наполняете? Распишите свой рабочий день, куда вы тратите время? Ну естественно, что я такой же человек, как и вы, я домохозяйка, я и убираюсь, я и стираю, и готовлю, и хожу за продуктами, я гуляю, мы сегодня с собакой гуляли, продукты сходили, купили. То есть мы обычные люди, да, такие же, как и вы. Вчера мы у Анюты Салимовой в бане парились, мы приехали к пяти, домой я приехала в 12 ночи. То есть я обычный человек, но я все успеваю, потому что я хочу жить полной жизнью. Поэтому, чтобы не тратить время впустую, распишите свой день, чтобы вы понимали, где вы, в какой точке, куда вы идете, что у вас получается, что нет. и что очень важно, еще раз проговорим, зарабатывает ребят, не тот, кто первый пришел, а тот, кто работает. К чему я вам это говорю? К чему я вам это говорю? То, что вот не переживайте, например, если вы зарегистрировали человека, да, вот сюда, а под ним выстроилась огромная команда, но он ничего не делает, а под ним огромная команда, вы помогли. Ребят, пока он не начнет делать, он ничего не зарабатывает. Поэтому, не переживайте, если он хочет деньги, то он включится и начнет рекрутировать, записывать вот так вот под себя много-много людей вторую ветку, тогда он точно начнет зарабатывать. Ребят, смотрите, директор, чтобы стать директором, нужно организовать товарооборот всего 200 тысяч. Ребят, да это ерунда. Давайте с вами посчитаем. Если каждый в команде берет на тысячу рублей, сколько нам нужно, человек, чтобы 200 тысяч организовать? Все по тысяче покупают, все просто моются, чистят зубки, ничего лишнего. Все строго, самый маленький набор продукции. Вы считаете, 200 человек. Правильно. Если у нас каждый берет на 2000 рублей, чуть-чуть побольше моется, он еще духами пользуется, реснички красит, или пеной для бритья, или пеной для бритья. Сколько нам человек тогда понадобится? Пишем, пишем. 100 человек, правильно? Отлично. А если у нас каждый берет на 5000? Каждый человек в команде, в премьер-клубе, берет на 5000-6000 рублей, он пользуется всеми преимуществами, зарабатывает, получает денежки, подарки, экономит деньги свои, родственников всех подключил. Сколько всего 40 человек? Ребята, теперь скажите мне, пожалуйста, как выгоднее? 200 человек по 1000 или 40 по 5000? Конечно, 40 выгоднее, потому что люди видят выгоды, они сразу получают прибыль, они сразу видят денежки на счету, и, конечно же, они никуда не денутся. Премьер-клуб – это наше все. Ребята, сами стремитесь быть в премьер-клубе, потому что вы сразу увидите реальный доход, шикарные подарки, и людей своих тоже учите делать то же самое. Но это мы уже с вами обсудили. Ребят, создайте наследие для своей семьи, для своего будущего. Вы знаете, как говорится, лучше поработать несколько лет, ну, выложиться, и потом сюда никогда не работать, жить на этот пассивный доход, который вы создадите, выращивая директоров. Лучше несколько лет, ну, пусть 5 лет, ну, 10 даже, чем 40 лет пахать до пенсии, чтобы потом зарабатывать 7-10 тысяч пенсию. 50 человек по 150 баллов, и ты директор. Все верно, Оль. Я тоже так посчитала в какой-то момент, и я поняла, что это легко. Я стала просто влюблять людей в продукцию, я всем рассказывала, какая она классная, все давала пробовать. Я научилась проводить мастер-классы. Конечно, да, мне это было тоже, как говорится, ну, нелегко с первого раза, но я научилась это делать, и стала практиковать. И сейчас вот, если я с человеком начинаю общаться, рассказываю, показываю, мажу на него все, «Ребят, все заказывают, вот все». Вот такого не было, чтобы не было заказов просто. Хоть что-то, да даже если человек говорит, «У меня все есть, а денег нет», он все равно говорит, «Нет, ну давай хоть вот это, вот это и вот это закажу». Да, это просто нужно в себе развивать. Ребят, напишите, пожалуйста, обратную связь, что для вас сегодня было ценным, что вы можете из этого уже прям сразу применять. Пишем обратную связь, а я подведу такое коротенькое резюме. Ребята, нужно видеть перспективу, то есть нужно смотреть на перспективу, что вас ждет. Не хватать вот это, знаете, как вот сегодня, а что я сегодня получу? Ой, как мало, да, всего 200 рублей, тысячу, это же мизер. Вы должны знать, что это не работа, это не пахота на дядю за зарплату. Ребят, вы сейчас создаете собственный бизнес. Вы создаете собственный бизнес просто. Вы должны это четко понимать, вы должны это донести до своей семьи, чтобы они вас, ну, если не хотят поддерживать, что хотя бы не мешали, хотя бы, да, просто дали вам время, хотя бы один год. Но, ребят, за этот год вы должны выложиться и стать директором хотя бы, чтобы уже приносить пользу семье. Если вы этого не сделаете, то кто? Я думаю, стоит попробовать, сорвануть вперед, чтобы все получилось. Спасибо вам всем огромное за внимание, желаю успехов, мощного карьерного роста. Ребята, отрывайтесь по полной, это очень творческая работа. Будьте с собой, да, здесь нет шаблонов и стереотипов, здесь каждый может быть таким, какой он есть. Он прав, Лен, это не легкая работа, но она благодарная. Все, спасибо вам, до встречи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok